Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу, это логично Овсянка, овсянка Доброе, доброе, доброе утро, друзья Сегодня 13 января 2021 года Все практически новогодние праздники позади Наш любимый Новый год, Рождество Но есть еще один праздник, который мы будем встречать сегодня ночью Это старый Новый год, самый русский праздник И, наверное, этот праздник, согласитесь, ждут абсолютно все Потому что Новый год прошел Рождество прошло, а праздников-то хочется И тут вот вам Держите, празднуйте На тебе, подарки можно дарить Поэтому доброе утро всем Утреннее шоу Овсянка И мы начинаем наш старо-новогодний эфир Меня зовут Алексей Торхов Если вы готовы, мы начинаем И сегодня в нашей программе Выучим вместе с нашим тренером Семеном Какуевым Несколько танцевальных па Это будет ча-ча-ча Я даже начал говорить в рифму Поэтому сегодня вы можете блеснуть своими танцевальными способностями Так сказать, в Старый Новый год войти в танце Приготовим рагу, потому что год-то старый получается А блюда должны быть новые Поэтому старо-новогодние новые блюда сегодня будем изучать Это будет рагу, я уже говорил Ну и, конечно же, конечно же, куда же мы без музыки Потому что сегодняшнее утро мы должны начать музыкально Планов очень много, поэтому давайте начинать А сегодня, кстати, день российской печати Именно 13 декабря 1703 года по указу Петра I в свет вышел первый номер ведомостей В 1858 году в России еще одна бумажная новинка В оборот запущена первая почтовая марка На ней были изображены герб почтового департамента и надпись «10 копеек за лодь» Один лодь – это примерно 13 грамм 14 лет спустя в Санкт-Петербурге запущена работа первой службы погоды Именно там, в геофизической обсерватории, начали выпускать первые в стране бюллетени с прогнозами В 1954-м на свет явился эстрадный певец и шансонье Алексей Глызин Также в этот день только в 1966 году родилась актриса театра и кино Ирина Апексимова Наконец, сегодня день рождения отмечает актер Орландо Блум Ему исполнилось 44 года Вот прямо сейчас мы вместе с нашим очаровательным оператором будем учить несколько танцевальных движений в стиле ча-ча-ча С помощью, конечно, нашего тренера Семена Какуева Итак, это выглядит примерно так Итак, раз, два, три А нет, это так не выглядит Это собственная хореография была Поэтому давайте лучше вместе с Семеном Какуевым выучим несколько движений Ча-ча-ча Маракас Танцуем Поднимаем настроение Друзья, всем доброе утро, меня зовут Какуев Семен Сегодня мы с вами вновь потанцуем танец через ча-ча Мы уже с вами его танцевали И продолжим учить еще несколько новых фигур Готово, с левой ножки мы двигаемся в сторону Шаг, приставка, шаг Делаем шаг вперед Два, три В другую сторону Ча-ча, раз, назад, вперед Ча-ча, раз, вперед, назад Шаг, приставка, шаг Два, три Ча-ча, раз, два, три Ча-ча, раз, два, три Давайте вместе со мной Немного подвигаемся с утра Ча-ча, раз, два, три Чуть быстрее Три Ча-ча, раз, два, три Ча-ча, раз, два, три Ча-ча, раз, два, три Ча-ча, раз Старайтесь делать небольшие шаги Ноги собирать вместе Два, три Ча-ча, раз, два, три Ча-ча, раз, два, три Ча-ча, раз, два, три Отлично, я думаю, вы запомнили Добавляем еще одно небольшое действие Также начинаем шаг в сторону. Ча-ча, раз. Разворачиваем свой корпус влево и делаем шаг вперед правой ножкой. Два, три. Двигаемся в другую сторону. Ча-ча, раз. Разворачиваем вправо. Два, три. Ча-ча, раз. Два, три. Ча-ча, раз. Два, три. Ча-ча, раз. Развернуть шаг. Ча-ча, раз. Два, три. Я думаю, запомнили. Соединяем первое движение и второе. Двигаемся в сторону. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Еще раз. В сторону вперед. Два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Теперь разворачиваемся. Два, три. Ча-ча. Второй раз. Два, три. Ча-ча. Третий. Два, три. Ча-ча. Четвертый. Два. Отлично. Попробуем чуть-чуть побыстрее. Два, три. Ча-ча. Раз, два. 3, 4, 4, 1, 2, 3. 4, 5, 4, 1, 2, 3. 4, 6, 1, 2, 3. Разверот, 2, 3. 4, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. Отлично. И последнее действие, которое мы добавим, это небольшой поворот. Также идем в сторону. Выносим правую ножку и разворачиваемся. 3, двигаемся вправо. 1, 2, 3. Ча-ча, раз, повернуться, три, ча-ча, раз, два, три, ча-ча, раз, поворот, встать, ча-ча, раз, два, три, отлично. Также соединяем все вместе, вначале в сторону, вперед, назад, ча-ча, раз, второй раз, ча-ча, третий, два, три, ча-ча, четвертый, два, три, ча-ча, чек, два, три, отлично, еще. Третий. Два, три, чача. Четвертый. Два, три. И танцуем поворот. Два, три. Второй раз. Два, три. Все сначала. Пробуем еще разок. Чуть быстрее. Давайте взбодримся. Чуть побыстрее. Два, три, чача. Раз, два, три, чача. Раз, два, три, чача. Раз, два, три, чача. Раз, два, три, чача. Торно. Отлично. Ча-ча кубинский танец. Представьте, что вы где-то на кубе сейчас. Поворот. Два, три. Второй. Сначала ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Третий. Два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Чек. Два, три. Ча-ча. Второй. Три. Третий. Два, три. Поворот. Два, три. Последний. Два, три. Отлично. Надеюсь, у вас все получилось. Вы отлично потанциовали. Всем огромное спасибо и до новых встреч. Пока. Год БК вступит в свои полноправные права только через месяц, 12 февраля, на китайский Новый год. Поэтому... Что? Поэтому мы должны готовиться к этому. Готовиться к наступлению китайского Нового года. И сегодня в нашей рубрике мы будем своими руками делать БК. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня я вам покажу, как сделать из кожи маленькое незатейливое украшение для бокала. Но если вы пойдете дальше и сделаете чуть крупнее основную выкройку и саму полоску, то вы можете использовать это как браслет для руки. Вам потребуется из картона сделать вот такую выкройку головы. И эту выкройку разрезать вот так, по центру, на две части. Для того, чтобы вам сделать вот такой браслет для бокала, вам потребуется измерить длину окружности ножки. У меня она будет, у этого бокала, 3,5 см. Вам надо расположить линейку так, чтобы сверху и снизу у вас было расстояние для выкройки. Вот, примерно вот таким образом. И чтобы и слева, и справа вам потом хватило места полностью поместить в вашу выкройку. И для второй детальки. Значит, вы рисуете две линии необходимой толщины параллельно. Это линии длины окружности ножки бокала. Вам надо приложить вот таким образом к началу и концу основной вашей детали браслет и обрисовать. Вот у вас получится вот такая деталь, нарисованная на козе. Ее мы выстригаем обычными ножницами, просто по линии. Когда вы режете кожу, можно ее немножечко растягивать. И тогда вам будет резать чуть-чуть легче и у вас это получится ровнее. Вот, мы вырезали с вами вот эту деталь. Нам надо сделать два разреза. Один разрез у нас будет сверху до середины основной детали браслета. А второй разрез будет снизу. То есть мы, получается, с двух сторон ее режем вот так. А эту в другую сторону, сверху вниз мы режем. И вот у нас получилось вот такое колечко. Вот у нас получился вот такой незатейливый сувенир на бокал. Каждому гостю можно предложить разного цвета, чтобы им было приятно. Если у вас другой праздник, это, конечно, новогодний на 2021 год, для обычного праздника можно взять другую фигуру. Например, звездочку сделать. Всем привет! Доброе-доброе утро! Надеюсь, вы все проголодались и готовы с нами завтракать, потому что мы находимся в кулинарной рубрике. Меня зовут Софья Кременецкая, рядом со мной шеф-повар Ксения. И мы полны энтузиазма приготовить сегодня что-нибудь вкусное, питательное, аппетитное, красивое, мясное. Много слов знаю, не буду все перечислять. Что мы сегодня будем делать? Сегодня мы приготовим овощное рагу с тушеной говядиной. Вау! Что нам нужно для этого? Для этого нам потребуется лук, чеснок, морковь, томаты, перец, отварной картофель, цукини, сельдерей и изделий. В общем, почти все овощи, которые существуют на планете. С чего начинаем? Сначала нам необходимо нарезать мелко лук, чеснок. Дежавю из прошлого раза. Я, пожалуй... Да. А я? Чеснок. Так. Сложно. Вроде от чеснока я не плакала. Как нарезаем чеснок? Сначала мы вот так возьмем его и придавим рукой, ладошкой. Все верно. Еще. Так. Я, мне кажется... Все. Теперь вот таким образом. И меленько. Ага. А лучок как нарезаем? Лук мы нарезаем мелким кубиком. Сейчас мы будем это обжаривать. Кажется, я сделала это. И этот тоже, да? Да. Потом чесночок в сторонку. Также перец, цукини у нас. Тут же все необходимо порезать небольшим кубиком. Так. Я нарезала. Так. Теперь у нас перчик. А из чего вообще обычно делают овощное... Его кубиками, да? Да. Из чего обычно делают овощную рагу? Там ведь всегда разный набор овощей. Я правильно понимаю? Ну, да. То, что больше любит, наверное, готовит. А есть какие-то овощи, которые прям вот, ну, не то, что не сочетаются друг с другом, но вот которые лучше, наверное, в одно блюдо как-то не класть, не совмещать? Вот, например, в рагу. Не знаю, ответ на этот вопрос вообще, честно говоря. Сложный. Да не знаю. Какие овощи? Какие овощи могут не сочетаться? Не знаю. Я вот и спрашиваю по этому. Ой, я сейчас сломала. Да нет. Я сейчас просто о другом думаю. Если подумать, конечно, знаешь, вот так. Обжариваем лук и чеснок. Давай чесночок туда. Так. Это как? Это вот так? Я стараюсь как могу. Оп. Что еще нарезать? Морковь. Морковь? Да. Ну, неправильно с тобой начинут. Давай я сама. А я могу что-то еще сделать. Картофель. Я сейчас снова неправильно замокнусь. Так. Вот так. Или как-то же. Морковку мы порежем чуточку мелче, потому что она тверже, она дольше готовится. Сейчас мы ее обжарим вместе с луком. Говорят, сельдерей. Очень сильно полезный, но очень редко его все-таки куда-то добавляют. Вот, ну, так дома не у каждого его встретишь. Можно все-таки рано просто и есть, а вот именно дома не часто найдешь завалявшиеся полденьки сельдерей. Мне кажется, это на любителя, наверное, у каждого свои предпочтения. Но я люблю сельдерей, особенно. Особенно я не люблю сельдерей, Соня. Что ты честно? Нет, вообще сельдерей можно как-то есть отдельно? То есть не добавлять его мелко, как дополнение к блюду, а вот именно, чтобы он был основным компонентом блюда сделать, чтобы вокруг него все крутились овощи. Фреш сельдереем. Фреш сельдереем, я, кстати, слышала. Наверное, интересно такое было бы попробовать. У него очень ярко выраженный вкус. Поэтому, мне кажется... Давай, давай, прикол. Я хочу ярко выраженный вкус. Да? Очень вкусный салат есть, на самом деле, с сельдереем, виноградом, куриной грудкой, ананасом. Как вот правильно это делается? Да, я так. Серьезно? Мне кажется, это как-то немножко более ловко получается у вас, Ксения, чем у меня. Так, можно два захода? Да, да, да. Ты же от этого не пострадаешь? Перец. Да. А можно просто вот так? Смотрите. Это гораздо удобнее, чем ножом. Нет, подожди, положай. В чем сложность? Что? Сложность в том, что у меня не ручки, а культяпки. Берешь руку и ножом подгребаешь. Все. Как? Это просто невозможно. Все, я почти дорезала. Так, а я добавляю тихий. Та-дам! Уже можно? Или еще раз? Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Ну, мам! Подожди, сказала. Добавляем картофель? А я думала, что... Давай, овощи добавим сначала, а потом, кроме зелени и томата, теперь добавляем... Я прям выливаю прям от души. Все, теперь мы это дело сейчас все протушим. Дойду до готовности овощи. Сейчас мы добавляем томаты. Я почти, я готова. Я готова показать, чему я научилась за этот выпуск. Оп! Ну, почти, да? Да. Для остроты добавим немножечко сухой джики. Добавим. Это уже был вопрос? Да. Добавим. Всю? Да нет, конечно, вот так, щепоточку. Так хотелось прям ядерный взрыв. Нет, если будешь есть, конечно, можешь все у нас. Не буду. Я же операторов готовлю. С любовью. У меня, вообще-то, кстати, на кухне все готовится с любовью. Кто спорит? У меня же тоже вот с любовью. Теперь надо попробовать. Давай. Вместе будем пробовать. Вместе? Да. А что, это приготовили, значит, и все, да? Ешь часами. Надо подождать, когда. Спасибо. Вообще нет рецепторов этих, которые на горячее реагируют или что? Как это так можно? Ну, и что? Вы готовы? Давайте его наконец-то уже переложим в горшочек, да? Да. Обязательно в горшочки подавать? Да нет, на самом деле нет. Так вкуснее выглядит? Так вкуснее выглядит, да. Я думаю, что оно вкуснее выглядит, даже если со сковородки его есть. Я бы съела. Ну что, наше блюдо готово. Да. Всем приятного аппетита. Приятного. Нам, особенно. До свидания. Овсянка всегда делится какими-то полезными советами, поэтому сегодняшний день не исключение. Сейчас мы посмотрим гороскоп, и вы обязательно его посмотрите, послушайте и следуйте зову звезд. Овны, сегодня не нужно спешить и пытаться сделать несколько дел одновременно. Действуйте последовательно, не отступайте от ранее составленных планов, и вы добьетесь результатов, которыми сможете гордиться. Тельцы. Подходящий день для того, чтобы взяться за какие-то новые дела. Вы быстро разберетесь, что к чему, не допустите досадных промахов. Во многом помогают старые друзья и проверенные союзники. Вместе с ними вы сможете сделать то, что прежде казалось почти невозможным. Близнецы. Будет возможность завершить дела, начатые раньше, решить рабочие вопросы, возникшие в конце прошлого года. Вероятно, денежные поступления не исключено, что они окажутся больше, чем вы ожидали. Раки. Вам может потребоваться отдых. Нежелательно планировать на этот день утомительные дела. Это время хорошо подходит для встречи с людьми, которые понимают вас и во всем поддерживают. Благодаря им вы почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее. Львы. Сегодня вам многое по силам. Чем сложнее дела, за которые вы беретесь, тем больше у вас шансов довести их до конца быстро и блистательно. Также это подходящий день для планирования долгосрочных проектов. Девы. Вероятно, у некоторых представителей вашего знака зодиака появится желание сменить род занятий. Реализовать такое желание лучше в каком-либо увлечении. Так будет безопаснее. Ваш текущий энергетический потенциал невероятно высок. Нужно лишь им правильно распорядиться. Весы, спокойствие и самообладание помогут многого добиться сегодня. В первой половине дня можно браться за новые дела, а вот во второй полезнее будет сосредоточиться на завершении старых. Скорпионы. Удачный день, который лучше всего подходит для того, чтобы воплотить в жизнь давние планы. Если действовать осторожно и без лишней спешки, можно избежать ошибок и найти кратчайший путь к цели. Вторая половина дня благоприятна для творчества. Стрельцы. Не исключено, что вам придется отстаивать свою точку зрения в спорах. Вы сможете доказать свою правоту, никого не обидев. Если сегодня вы поведете себя правильно, то вскоре получите предложения, от которых не захотите отказываться. Козероги. Удачный день с деловой точки зрения. Легко добиться успеха в работе. Интуиция подсказывает, за какие дела стоит взяться в первую очередь, а какие можно отложить на потом. А еще этот день хорошо подходит для решения финансовых вопросов. Водолеи. Сегодня рассказывать окружающим о своих планах стоит только после того, как вы обдумали каждый шаг и убедились в том, что действительно хотите реализовать задуманное. Вторая половина дня будет легкой и благоприятной. Рыбы. Все, что вам сегодня нужно, это добрый совет от компетентного человека. В вашем ближайшем окружении наверняка найдется пара профессионалов, которые помогут определиться с правильным решением. Рассмотрите возможность отправиться в отпуск. Сейчас для этого подходящее время. Вы не только приведете в норму эмоциональных состояний, но и поправите свое здоровье. Доброе утро! Если вы только что включили наше шоу, я желаю вам доброго утра, хорошего настроения. И давайте сейчас все вместе взбодримся, вместе с нашей музыкальной рубрикой и группой, платформой. Громкость звука увеличивайте на телевизоре и танцуйте. Ну, это я рассказал, как я это обычно делаю. Ты пришла, чтобы все изменить, И теперь мы не будем прежними. На руке скоро красная нить, Лишь единственные станет одеждою. У-у-у-у-у-у, открывается занавес. У-у-у-у-у, начинаем все заново. Наши мысли вселенная слышит Они катятся, будто волна Мы с тобой, если все еще дышим Ничего не мешает Снова вместе быть нам А дорога вперед летит И машины мигают встречные А любовь, если сердце спит Ну так это ведь не навечно же У-у-у-у, ты наполнена радостью У-у-у-у, так что слушай по радио Наши мысли вселенная слышит Они катятся, будто волна Мы с тобой, если все еще дышим Ничего не мешает Снова вместе быть нам Хватит слез и ненужных обид Я в тебя, как гвоздями, прибил Так что время сначала начать Камнем в пруд позабросив печаль Наши мысли вселенная слышит Они катятся, будто волна Мы с тобой, если все еще дышим Ничего не мешает Ты знай Наши мысли вселенная слышит Они катятся, будто волна Мы с тобой, если все еще дышим Ничего не мешает Снова вместе быть нам Овсянка продолжает давать Полезные советы вам Вспомните Вы были в поисках работы И тут вы отправили анкету Ее рассмотрели и пригласили вас на собеседование Но вы не знаете, как себя вести и что делать Не отчаивайтесь, не расстраивайтесь А просто слушайте советы от Овсянки Что нужно делать И как нужно себя вести на собеседование При приеме на работу Ну вот видите, скоро вот остался Один небольшой шажок до работы мечты Вуаля За буквально несколько дней Вместе с Овсянкой, конечно Не благодарите Смотрим Вас пригласили на собеседование Очень ответственный момент Приготовьтесь к этому собеседованию Максимально ответственно Изучите про компанию, куда вы идете Об этом вы можете сказать На собеседовании Это покажет вас, как заинтересованы кандидата Не говорите о компании плохо Я слышал, у вас был там такой директор или так далее Вот он столько плохого сделал Никогда не нужно об этом говорить Приготовьтесь к двум важным вопросам Почему вы ушли с предыдущего места? На такой вопрос я рекомендую отвечать Честно Второй главный вопрос Какие ваши самые лучшие качества? Казалось бы, простой вопрос Но люди к этому не готовятся Либо не знают, что отвечать Всегда говорите Свои позитивные стороны Лучше всего Которые подходят Данной вакобаканде Как я уже сказала Не стоит плохо разговаривать О своем прежнем работодателе Вообще, меньше негатива Концентрируйтесь Концентрируйтесь На позитивных вещах Помните, что Собеседование Это тот момент Где вы смотрите на компанию И компания смотрит на вас То есть, помните Это 50 на 50 Вам также интересно Куда вы потенциально Придете работать Я вам открою секрет Возможно, и не секрет Действительно, талантливые люди Профессионалы своего дела За ними не сойдет очередь Я советую спрашивать вопросы Которые конкретно касаются В вашей должности Например Какими программами Вы будете пользоваться Важно? Важно Кто входит в отдел Куда вы придете Какие сотрудники Какие должностные обязанности Потому что, если вы идете в маркетинг И вы единственный маркетолог Возможно, вы об этом задумаетесь И потом, в конце уже Услышав ряд обязанностей Которые вы будете выполнять Вы уже можете назвать Свою оплату, которую вы хотите Или разговаривать о зарплате На собеседовании часто слышу такую фразу Которая меня прям заставляет Подпрыгивать со своего места Я начну спрашивать Расскажите, пожалуйста, про последнее место Где вы работали И мне отвечают Ну там же в резюме все написано Я спрашиваю эту фразу Не потому что я не умею читать Мне интересно Как вы можете себя охарактеризовать Как вы можете о себе рассказать Самопрезентация нужна в любой профессии Я смотрю в первую очередь На огонь в их глазах Насколько они реально готовы работать Успехи и результаты в других сферах Они уже говорят Готов человек учиться Готов он пробовать что-то новое Насколько ему интересно Все равно этот опыт, заряд Умение работать в команде Вот это те качества Которые вам помогут приспать В любой профессии В любой компании В 2020 году Да и уже и в начале 2021 года Мы рассказали вам столько Интересных и полезных фактов Но сегодня Сегодня я понял, что Все Все, что знал Я вам рассказал И теперь сам посмотрю Нашу рубрику А вы знали Которая поделится с вами Интересными фактами Давайте посмотрим вместе Наша рубрика А вы знали Как будто бы я тоже включил телевизор Какая часть нашего тела Эволюционирует быстрее всего Нос У млекопитающих за обоняние Отвечает самое большое Отдельное семейство генов Благодаря изучению генома человека Мы знаем, что наше обоняние Изменялось и продолжает Изменяться быстрее Чем у наших ближайших родственников Высших приматов Это значит, что мы меньше нюхаем Зато больше различаем на вкус Направляя ароматы От задней части глотки К носу Когда жуем Такая способность Известна как ретроназальное обоняние Свойственное исключительно человеку В числе событий Повлиявших возможно На такое положение дел Стоит выделить два Первое Это приготовление пищи на огне Оно познакомило человека С соблазнительными запахами Жареного мяса И карамелизированных фруктов А второе Это одомашнивание животных И почти следом за ним Возникновение сельского хозяйства Последнее привнесло Целый букет новых вкусов И запахов Йогурт, молоко, сыр, хлеб А приручение собаки Снабдило человека спутником С чрезвычайно острым И тонким нюхом Возможно нос И правда развивается Быстрее всех остальных органов Но дальнейший анализ генома человека Показал, что эволюция Не ограничивается только им Так наши волосы Со временем утончаются Зато слух Возможно В результате речевого развития Гораздо лучше Чем у шимпанзе Ну что ж Вот и все на сегодня Это было утреннее шоу Овсянка Меня зовут Алексей Торхов Я желаю вам Отличного настроения Хорошего Рабочего дня Уверен, что Вам было Очень хорошо В нашей компании Так же, как и нам С вами Всем До завтра Увидимся Утром Завтра С новыми силами И мы сделаем Ваше утро Бодрее Красивее Веселее И теплее Всем пока-пока До завтра Будьте здоровы И берегите себя И своих близких Пока Доброе утро Область просыпается И снова новый день Начинается Первый Ярославский Сделает Твое утро Бодрым В отличном настроении Пойдешь на работу И не важно Маленький Ты или взрослый Утро Надо начинать С овсянки Все просто Чтобы сегодня Все было отлично Включай В семь утра Наше шоу Это логично Овсянка Овсянка Овсянка